Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, как в касационной жалобе, как в апелляционной жалобе уходить от тех элементов, которые могут характеризовать процесс как продолжение некоего нового процесса. И вот в связи с чем мы сегодня об этом говорим? В связи с тем, что, конечно же, одним из оснований и одним из способов продолжить защиту своих прав, даже если вы где-то проиграли, даже если вы где-то не достигли своих целей, всегда можно подать новое исковое заявление, и тут нужно уходить от тождества исков, нужно искать новые пути, нужно искать новые основания, возможно, трансформировать предмет, возможно, новый способ защиты гражданских прав, возможно, новых лиц туда включать. Но, когда вы получили определенное решение, даже если оно против вас или наоборот за вас, и вам приходится его отстаивать в апелляционном производстве, в касационном производстве, вот на последних примерах я убеждаюсь, что есть своя специфика в апелляционном, в касационном обжаловании по таким решениям. И здесь первый основной принцип, вот как мы с моими уважаемыми зрителями вот по таким делам определялись, конечно же, нужно ни в коем случае не выставлять на показ, не выставлять вперед как таран, тот бэкграунд проигранных ранее дел. Потому что, когда вы начинаете говорить об этом бэкграунде, то сразу у судьи, у апелляционной инстанции, у касационной инстанции, у них формируется такой мировоззренческий вывод о том, что, ну, раз было уже принято решение против, ну, и оно устояло, прошло через определенные инстанции, значит, мы тоже пойдем по этому пути, почему бы и нет. Уже, как говорится, дорожка проторена. Может быть, сделан такой вывод? Конечно, может. И вот, чтобы этого не происходило, чтобы этого не произошло, старайтесь не упоминать. То есть, вот этот бэкграунд, какой-то шлейф проигранных судов, он не должен давлеть, висеть над новым судебным процессом. И вот здесь мы, как бы, пришли к выводу к такому, что, наверное, не стоит это выставлять на показ. И да, это дало свои результаты. И мы где-то, даже если упоминали о старом процессе, то говорили, что мы к старому процессу не имеем отношения, потому что здесь отсутствует тождество исков, у нас новые основания, у нас иной способ защиты права, у нас новые лица с поданными и так далее основаниями. И это дало свои результаты. Поэтому, дорогие друзья, когда вы апелляции, касации подаете по такого рода делам, не забывайте, пожалуйста, что не надо с собой тащить вот этот бесценный, конечно же, наоборот, груз прожитых, скажем так, и проигранных дел. Наоборот, нужно показывать, что есть нечто новое, есть что-то новое. И это новое заслуживает новой оценки, нового отношения. И никто не мешает, если вы соблюдаете и правила о сроках исковой давности, если вы соблюдаете правила о том, что у вас новые основания, которых не было раньше, новый способ защиты права, которого не было раньше, новые лица, которые не могли защитить свои права, были лишены такой возможности или просто не участвовали ранее в процессах. Вот когда вы об этом говорите, да, это находит свою зачастую положительную, позитивную оценку. Почему нет? Поэтому, дорогие друзья, вот об этом, пожалуйста, не забывайте. И всегда не надо вот то, что вот это относится в общем. Это относится не только вот к этого рода делам, да, там, где мы подавали новые требования и так далее. Как говорится, под новым соусом все преподносили и зачастую выигрывали. Здесь это касается всех дел гражданского производства. Не надо выпячивать некоторые моменты, которые вот приходится даже в разговорах с зрителями, и когда мы обсуждаем их дела, очень часто такое бывает, что тем или иным способом человек вот хочет все-таки вот рассказать. Вот бывало у нас такое. Вот, а ведь раньше было вот так-то и так-то. Дорогие друзья, не забывайте, не вот не забывайте, что молчание это золото. Вот слово это серебро, а молчание золото. И умолчав о тех обстоятельствах, которые могут сыграть против вас, вы сделаете себе в 10 раз лучше, чем если скажете об этом. Пусть это для кого-то будет в шутливой форме, пусть это для кого-то вы, как для красного словца, да, пусть для кого-то, ну, вот сказать, информацию донести по секрету всему свету, ну, как говорится, секрет полишинеля сделать из чего-то. И, как говорится, вот я свою функцию... Ну, вот есть такие люди, которым нужно, чтобы выговориться и так далее. Просто не могут они держать в себе некую информацию. Но это не всегда продуктивно для судебного процесса и так далее. Иногда о чем-то нужно умолчать. И тем более не стоит тянуть вот тяжелый груз, каких-то ошибок и так далее, куда-то на обозрение в судебном процессе, чтобы это сыграло против вас. Даже если вы считаете, что это, как одна мне клиентка говорила, ну, я же хочу, чтобы они увидели, что вот они правильные товарищи, они правильно приняли решение, а вот раньше они неправильные товарищи у нас были, которые принимали. Нет, дорогие друзья, нельзя так. Как только вы начинаете так действовать, сразу же все начинают понимать, что ага, там что-то плохое происходило, да. Вот как у нас, в нашей истории, вот все начинают ругать товарища Сталина. Ну, это же все из Запада. Западные посылы, когда, к примеру, у нас почему-то вот все стали обесценивать, обесценивать нашу победу в Великой Отечественной войне, обесценивать достижения Ленина, достижения Сталина, то, что они подняли страну с колен, создали новое государство, на новых принципах, которое повлияло не на историю наших родителей, дедов, прадедов, которое повлияло на историю всего мира, всего человечества. И то, что мы сейчас наблюдаем, в наши времена цивилизованный капитализм, он бы никогда не стал даже на десятую толику таким цивилизованным, если бы не существовало Советского Союза, с которым пришлось мириться и под который пришлось подстраиваться, когда мы показали всему миру, что можно жить по-другому. И люди поняли и воспитали этот капитализм несколько под себя. А иначе о людях бы никто и никогда бы и не думал. Просто бы получали там сверхприбыли на рабских плантациях и все. Поэтому, дорогие друзья, обесценивать, точно так же, Советский Союз, обесценивать Сталина, это неправильно. И вот когда мы об этом говорим, точно так же и в судебном процессе. Не надо говорить, что все было плохо, что все было неправильно. Представляйте это, что это были ступеньки к сегодняшнему дню, к сегодняшней победе. И это действительно так. Потому что в отдельных процессах мы идем по неким ступенькам. И вот бывает такое, что просто в тебя вцепится человек, да, и говорит, вот вы же профессионал, вот скажите мне, как будет. И люди просто не понимают, какой бы ни был профессионал, да, есть такие таланты, вот прямо я сам с такими общаюсь. И у меня просто иногда, вот они с полслова им что-то скажешь, они уже понимают их, ты-ты-ты прокрутили, и уже картину рисуют тебе вот просто, как говорится, сходу. Но это такие люди больше исключения. А для того вообще, чтобы понять картину, чтобы нарисовать, сделать некие прогнозы и сделать определенные ходы, нужно всегда посидеть, подумать. И зачастую эти размышления, они растягиваются не на день, не на два, на годы. Потому что, казалось бы, те выводы, которые лежат на поверхности, они в судебном процессе не всегда видны. И, конечно же, дорогие друзья, когда ты начинаешь видеть вот эти процессы, которые происходят, как они, как говорится, как пел Мумий Тролль, не с первого раза открываются тайны, а с тысячного рубля. И, конечно же, определенные моменты, определенные повороты, сюжетные дела, определенные обстоятельства. Все это раскрывается только в процессе. И вот этот процесс, это действительно ступеньки некие, по которым мы идем к окончательному решению, полному, справедливому и так далее. Потому что у нас поведение сторон, и вот это тоже, как бы, нужно учитывать, и свое поведение с этим коррелировать, как говорится, соотносить с тем, что наше поведение и поведение наших процессуальных противников имеет значение как до процесса, так во время процесса и после процесса. То есть это все играет определенную роль. Вот об этом, пожалуйста, не забывайте. Забывайте и напоминайте себе, что нужно и себя в рамках держать, и смотреть, как ведет себя процессуальный противник. Вот это то, о чем хотелось поговорить. Вот такие небольшие, как говорится, секретики, апелляции, касации, которые нужно учитывать в таких делах. Если вам необходима помощь, конечно же, обращайтесь, дорогие друзья. Удачи в делах вам. Счастливо. Пока.